Счета за медицинские услуги в США разберем, если у вас медицинская страховка не покрыла эти счета или у вас просто нет денег, чтобы оплатить, что делать? Я очень сильно удивился, когда узнал, что есть люди, которые готовы экономить на своем здоровье. Например, если они знают, что счет будет стоить очень дорого, то они не будут заниматься своим здоровьем. А я такой наивный полагал, что ваше здоровье – это самое главное, что у вас есть в жизни. И если со счетами потом будет разбираться живой человек, это гораздо важнее, если человека уже, к сожалению, не будет, но зато это будет бесплатно. Может, я такой наивный, может быть, я такой слишком добрый, который считает, что у вас ваше здоровье, это вы – это самое главное, что есть в жизни. Теперь разберемся, если у вас долг за медицинские услуги в США. Не все страховки покрывают полностью, прямо на 100%, но такие тоже есть. И не надо меня убеждать, что таких не существует. Есть они. И в таком случае, если у вас какой-то долг за медицинские услуги, неважно за какие, то с вас никто не требует сразу же все оплатить. Вы можете долг расписать на 30 лет, но этим будет заниматься живой человек. Медицинскими счетами за ваше здоровье вы будете заниматься живым. Это самое главное, что есть у вас в жизни. Может быть, я опять-таки слишком наивный, и некоторые люди так не считают, я не знаю. Но сегодня я в комментариях увидел в ТикТоке очень удивительную вещь. Есть люди, которые экономят на своем здоровье. Которые считают, что их здоровье – это самая последняя трата в их жизни, на которую они вообще, оказывается, не тратятся. Есть люди, которые, например, скорая – это в Америке действительно вопрос жизни и смерти, и ее вызывают тогда, когда действительно такой вопрос стоит, очень важный, когда серьезная какая-то опасность. А оказывается, есть люди, которые считают, это будет стоить, допустим, я не знаю, сколько она будет стоить без страховки, несколько тысяч долларов, то они готовы отдать коньки. И я таких не понимаю. Вот искренне я не понимаю. Вы знаете, в каждом госпитале есть комиссия, которая разбирается со счетами. Если вы не можете погасить этот счет, вам его могут простить. Здесь есть такая практика в Америке. Но этим будет заниматься живой человек, вы будете живы. А есть люди, которые, оказывается, не хотят этого. Есть люди, которые готовы экономить на себе, на своей жизни, на своем здоровье. И такие люди для меня просто загадка. Я-то такой наивный полагал, что сначала нужно узнать все про ваше здоровье, что будет, если вот вы по этой страховке вызовете, по этой вызовете, что будет, если у вас счета придут. Но потом с этим всем можно еще тоже будет разобраться. Ну и вы будете живой человек с этим разбираться. Меня многие люди поразили, а оказывается, не все об этом знают и не все об этом думают. Я бессилен. Вот если человек считает, что на своем здоровье надо экономить, или хотя бы на мыслях о том, что будет в будущем. Ну, я тут бессилен абсолютно. С вами был Васек из Нью-Йорка. Напишите, если я не прав. Если среди вас есть те, кто готовы экономить на своей жизни, напишите, почему. И почему ваша жизнь стоит дешевле. Потому что я бессилен здесь. Можно это обсудить, но я не понимаю. Как можно считать, что... Не могу даже говорить такое.